В НАИСА выяснили, сколько тонн урожая могла украсть РФ на оккупированных территориях Украины. Согласно данным аналитиков НАИСА, на временно оккупированных российскими захватчиками территориях Украины в этом году было собрано около 6,4 миллиона тонн пшеницы и почти полтора миллиона тонн семян подсолнечника. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Bloomberg. Проблемы с оценкой ущерба. В публикации говорится, что на подконтрольных российским оккупантам территориях Украины выращиваются миллионы тонн важнейших сельскохозяйственных культур, и в настоящее время оценить объемы крайне сложно. Дело в том, что некоторые культуры потребляются в этих регионах, другие объемы отправляются в РФ или смешиваются с российским зерном и продаются на мировом рынке, также отмечается важность оценки стоимости и ущерба для любых требований, которые Украина может предъявить о репарациях от России, объемы потерянного урожая. Примерное представление об объемах потерянной Украины из-за агрессии РФ агропродукции позволило дать программу НАСА по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, в частности анализ спутниковых снимков. По словам директора программы НАСА Хавист Инбала Беккер Решефа, речь идет об огромном количестве зерна, также исследование НАСА Хавист показывает, что в 2023 году около 7% сельскохозяйственных угодий Украины были заброшены, в основном вдоль линии фронта. Незасеянные или заброшенные поля вдоль линии фронта указывается красным цветом. Спутниковые данные за июль 2023 года, Планетскоп, Джозеф Вагнер, Шабринат Нер-Энтин Балбекер Решеф, НАСА, Кремль ворует украинское зерно. Исследование не показывает, какая часть выращенного навод зерна экспортируется, но помогает выяснить, какое количество потенциально может быть смешано с российскими грузами, что направляются в другие страны, в том числе на Ближний Восток и в Африку. Добавим, что по данным Министерства сельского хозяйства США, производство пшеницы в Украине упало на треть после широкомасштабного вторжения РФ, как цитировали ранее пропагандистские СМИ российского диктатора Владимира Путина. В декабре в общий урожай РФ, включат, от 5 до 6 миллионов тонн зерна из захваченных регионов Украины, при этом в Украинской зерновой ассоциации отмечают, что сумма может быть еще больше, поскольку на оккупированных территориях производится около 15-16 миллионов тонн всех сельскохозяйственных культур. Напомним, в конце ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что россияне вывезли с временно оккупированных регионов Украины зерна на сумму не менее одного миллиарда долларов, также сообщалось, что только в прошлом году РФ вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование своей войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.